Вы слушаете чтение Библии. 5 марта. Книга Левит. 22 и 23 главы. Глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сыновьям его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени Моего в том, что они посвящают Мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящаются на Израилевы Господу, то истребится душа-то от лица Моего. Я Господь Бог ваш. Кто из семени Аарона прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится, и кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к всему нечист, будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свою водою. Но когда зайдет солнце и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвичины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления Мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат это. Я Господь Бог, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то этот может есть оную. Также и домочаться его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Если же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей у нее нет, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сыновьям его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, есть ли кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильчанами по обету ликакому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы этим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола из крупного скота, из овец и из гос. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу, ибо этим не приобретете благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, или в праздники ваши из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господен. Тельца и агнца с членами несразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте этого. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждения, порог на них. Не приобретут они вам благоволения. И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда родится теленок или ягненок или козленок, то семь дней он должен пробыть при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не закалывайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу в жертву благодарение, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра. Я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Глава двадцать третья И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, в седьмой день суббота покоя, священные собрания. Никакого дела не делайте. Это суббота Господняя во всех жилищах ваших. Вот праздники Господние священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером Пасха Господняя. И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца, однолетнего беспорока, и с ним хлебного приношения две десятых части еф и пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите с ног потрясение, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей еф и пшеничной муки, и должны быть обеспечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока однолетних и из крупного скота одного тельца и двух овнов без порока, да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную вместе с хлебом первого плода. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святыней Господу, священнику, который приносит это принадлежит. И созывайте народ в этот день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца, этого день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день этот, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день этот, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, и с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера десятого дня месяца празднуйте субботу вашу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущий, семь дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу. Это праздник, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждая в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, «Празднуйте праздник Господен семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господен семь дней в году, это постановление вечное в роды ваши, в седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...